Так рабею. Я себя чувствую вообще инородным телом. Думаю, как меня сюда занесло вообще? Я тут кто такая? Татьяна Веденеева не просто актриса. Это та самая тетя Таня, под мягкую улыбку и сказки которой засыпало не одно поколение маленьких телезрителей, а их мамы просили в парикмахерских стрижку, как у Веденеевой. Вот так. И заколоть заколками. Ну давай, заколки есть? Да, есть. Хорошо. Сейчас она желанный гость в студиях, где обсуждается и личная жизнь звезд, и пути достижения успеха в карьере. Звезда по-прежнему привлекает внимание мужчин, однако признается, что встретить достойного избранника с годами становится все труднее. А ведь Татьяна Веденеева дважды пыталась создать крепкую семью. Давайте вспомним ключевые события жизни знаменитой телеведущей. Первую любовь и разочарование, потерю ребенка и причины одиночества Татьяны Веденеевой. А также узнаем, в каких условиях живет сейчас знаменитая телеведущая. Мама уроженки Сталинграда Татьяны Веденеевой надеялась, что дочка станет врачом. Однако еще в средних классах девочка настроилась на поступление в театральный вуз. Близкие предлагали девушке попробоваться в Саратовский институт, но Таня искала легких путей и выбрала целью ГИТИС. Удивив приемную комиссию сказкой Андерсона «Гадкий утенок», абитуриентка добилась своего и уже на первом курсе засветилась на экране в картине «Много шума из ничего». Ум свой так ценит высоко, что все другое ни в грош не ставит. Где уж там любить? Далее артистку прославила роль Эллы Диле из комедии «Здравствуйте, я ваша тетя». Дело в том, что много-много лет назад моя тетушка и сэр Фрэнсис были безумно влюблены друг в друга. Однако с середины 80-х Веденеева надолго исчезла из кинематографа. Актрису затянула профессия диктора. От поздних эфиров дебютантка вскоре перешла к дневным, ну а затем превратилась для миллионов юных зрителей в тетю Таню из «Спокойной ночи, малыши». «Ой, тетя Таня подошла! Тетя Таня! Тетя Таня! Здравствуйте, тетя Таня! Здравствуйте! Добрый вечер, ребята! Здравствуйте, девочки, ваши! Привет, друзья! Ну, как дела у вас? Ничего, тетя Таня, а вы не рассердитесь, что вот мы без спроса взяли вашу, ну, этот, альбом? Ну, конечно, нет, ничего страшного. Я его специально приготовила, чтобы показать вам. Этот альбом, ребята, называется «Животные дальних стран». Почему же на заре 90-х Татьяна Веденеева покинула телевидение и страну? В молодости Татьяна могла много сниматься, если бы имела московскую прописку. Вот только провинциалка все равно верила, что режиссеры будут ее звать на площадку. Не тут-то было. Постановщики честно отвечали, что с удовольствием взяли бы девушку в кино, но существует определенное правило. Тогда-то Веденееву и спас кастинг на телевидении. В середине 70-х диктора отправили в командировку во Францию, вернувшись из Парижа, девушка столкнулась с завистью и ожесточением коллег. Это был, конечно, риск для тех, кто меня отправлял, для меня самой. Нужно было работать в прямом эфире на первом канале французского ТФ1. Но, к счастью, на встрече с правительством за Татьяну вступился сам Брежнев. Все складывалось прекрасно. Веденеева представляла советское телевидение за рубежом. Вела спокойной ночи малыши, получала пачки писем от благодарных зрителей. Казалось, дома тетю Таню должен ждать верный и заботливый муж. Но так ли вышло на самом деле? В период съемок в картине «Много шума из ничего» Татьяна влюбилась в Константина Райкина. Позднее распространились слухи, что именно к Веденеевой режиссер ушел от супруги Алагес Салаховой. Однако сама ведущая уверяла. Никакого романа быть не могло, ведь Константин в период съемок был увлечен артисткой кардебалета. И у них начался такой летний роман. И я была страшно расстроена. Он даже, мне кажется, видел, что я переживала. Но я с тех пор не люблю имя Соня. Шанс на счастье появился у Веденеевой после встречи с художником-реставратором Валерием Шапошниковым. 22-летнюю девушку не смутило, что кавалер на 13 лет старше. Влюбленные поженились, но не спешили с рождением детей, ведь Татьяна была увлечена карьерой, но Валерий не торопил ее, так как уже воспитывал дочь от первого брака. Когда сама ведущая задумалась о материнстве, в семье появился сын Дима. Брак подточил целый ряд обстоятельств. Валерий любил богемный образ жизни, что сопровождалось алкогольными возлияниями. А кризис перестройки и проблемы в работе усугубили зависимость. Порой был деспотичен, да и командировки Татьяны художник оценивал критически, в то время как сам не мог взять на себя роль добытчика в семье. В итоге брак распался. Во время одной командировки Татьяна познакомилась с бизнесменом, работающим в нефтяной отрасли, Юрием Бегаловым. Тогда она работала корреспондентом утреннего шоу и брала у него интервью. Судьба свела их спустя несколько лет, когда понадобилось найти спонсоров для одного фестиваля. Юрий ухаживал ненавязчиво. Сначала пригласил на кофе, а позже на протяжении года они просто общались. Со временем пара съехалась. Потом расписались, хотя в ЗАГСе даже не были. Мне принесли паспорт, в котором стояла у меня другая фамилия. Как это? И я была в шоке. Я в ЗАГСе не была вообще. Документы оформил помощник бизнесмена. Ну а в 1993-м назрел переломный момент в карьере Татьян. Дело в том, что ведущая хотела определить сына в английскую школу, зачем и отправилась в Лондон. Оформление бумаг затянулось, и диктор отправила на работу факс, попросив еще три дня отпуска. В ответ ей прислали ультиматум. Или немедленное возвращение в Москву, или увольнение с телевидения. Недолго думая, Веденеева взбунтовалась и написала заявление, ведь никогда не подводила руководство и не понимала, чем заслужило такое обращение. Впрочем, у диктора были и другие причины для перемен. Муж постоянно работал во Франции, так что переезд на Лазурный берег стал лишь вопросом времени. Не сразу, но Веденеевой удалось поладить с дочками бегалого от первого брака. Для абсолютного счастья паре не хватало лишь общего наследника, поэтому новость о беременности журналистки Юрий принял с восторгом. К сожалению, когда супруги поехали на рыбалку, с Татьяной произошел несчастный случай. Лодка все время отплывала от берега озера, и Веденеева подала мужу руку, стоя на горке, пытаясь помочь ему выбраться. Когда она стала спускаться, у Татьяны возникло ощущение, будто кто-то ее подтолкнул. Наверное, это была судьба. Кроссовки стали скользить по мелким камушкам, и Веденеева упала с головой в воду. Ребенок не родился. Выкидыш не оказал негативного влияния на семью, даже наоборот. Юрий трепетно заботился о супруге, пережившей трагедию. Однако шли годы. Влюбленные незаметно отдалялись друг от друга. Бегалов все чаще задерживался на работе, а однажды Татьяна буквально поймала мужа на измене. Среди его бумаг ведущая обнаружила документы на аренду дорогой квартиры и ремонты на марке, которой у семьи не было. Веденеева задала супругу пару простых вопросов, на что получила агрессивную реакцию. В итоге знакомые признали, что у Юрия любовница, и об этом в курсе все, кроме Татьяны. Веденеева отреагировала максимально сдержанно, предложив мужу разъехаться. Но еще три года супруги не подавали на развод и продолжали общаться на темы общего бизнеса. Узнала, что она беременная, и я понимала, что он очень хотел ребенка. После развода Татьяне досталось жилье на Лазурном берегу. Хотя поселиться она предпочла в коттедже в Подмосковье. Дикторы не забыли за время жизни в Европе. Еще в 2000-м Веденеева вернулась к профессии ведущей, появившись в шоу «Рядом с тобой». Затем были «Татьянин день», «Дело вкуса», «В наше время», роли в спектаклях школы современной пьесы и масса приглашений в различные телепрограммы в качестве гостей. Смотрим на Татьяну Веденееву и не верим, что она разменяла восьмой десяток. Каждое появление телеведущей по-прежнему вызывает восторг поклонников. Выглядит стильной, подтянутой и моложавой. Она и сама порой забывает, сколько ей лет, чувствует себя намного моложе реального возраста, но и не скрывает, что прибегает к услугам косметологов и давно встала на сторону хирургического омоложения. Правда, не все процедуры радовали звезду. Известная актриса, телеведущая бизнесвумен Татьяна Веденеева за свою продолжительную карьеру смогла заработать большие деньги, которые вложила не только в недвижимость, но и в бизнес. Вот уже 17 лет она владеет компанией по производству соусов Ткемали. Летние каникулы и новогодние праздники Татьяна предпочитает проводить на лазурном берегу Франции, в пентхаусе с собственной террасой, где она давно чувствует себя как дома. Ведь вокруг живет много соотечественников. Главной изюминкой этих апартаментов является то, что она за три минуты может дойти до моря. А вечерами со своей террасы любуется видом носатой, яхтами, которые переливаются в лучах заката. Имеется у Татьяны Веденеева и квартира в Риге, которая досталась ей после смерти первого мужа. Она небольшая, всего 40 метров, но находится в историческом центре в элитном доме. Недавно телеведущая закончила отделку 400-метрового коттеджа в Подмосковье, на Дмитровском шоссе, о котором давно мечтала. Там она сейчас живет с любимой собакой Герочкой. Киска! Иди сюда! Иди сюда! Сын Веденеевой Дмитрия, рожденный в первом браке, сейчас живет в Лондоне, работает в корпорации BBC. Татьяна не считает себя одинокой. Удивляла окружающих лишь одно – яркая женщина больше не вышла замуж и не представляла публике возлюбленных. А ведь интерес к ней зачастую проявляли ухажеры, привлекательные и молодые. Но Веденеевой такие отношения претят. Ну что ж, Татьяна Веденеева успела сделать в этой жизни все, что хотела. Ее секрет прост. Если судьба предлагает тебе что-то новое, нужно принять это и испытать новый опыт. Это всегда интереснее того, чтобы состариться, сидя на диване. Что вы об этом думаете? Буду благодарен вашим комментариям. И до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok